Девушки отдыхают Спасибо. 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 Садись. Хочу сказать тебе пару слов в этот великий день, мальчик мой. Если происходят какие-то чудеса, то они случаются, когда ты продолжаешь действовать, несмотря на иссякшие силы. Чудеса происходят, когда человек рискует всем ради мечты, которую, кроме него, не видит никто. Знаешь, политика – занятие противоестественное. Нужно поступать вопреки традиционной логике. Чтобы переместиться левее, не надо делать шаг влево, а надо развернуться на носке правой ноги. А чтобы переместиться правее, развернуться на носке левой. Очень мудрые слова, господин президент. Вместе мы найдем решение вопроса национальной безопасности. Суверенитет вашего государства Казахстан охраняется глобальным демократическим сообществом. Какой у нас план, господин президент? Что будет, когда шоу закончится? У тебя есть скотч? Верь. Зеленский снял самый длинный в мировой истории предвыборный ролик. То есть, ну хорошо, давайте поговорим о «Слуги народа», раз вы хотите. Я, наверное, один из тех немногих людей, который полностью посмотрел все три сезона, а некоторые серии не по разу. Это был очень интересный эксперимент, когда в итоге людям предлагали проголосовать не за реального Зеленского, а за его персонажа. Вот этого учителя Василия Голобородько, который искренний, который честный, который ищет, как поменять страну. Который точно так же, как простой украинец, не верит властям, не верит коррумпированной элите и хочет навести порядок. Как бы дал по роже этой булавой министр здравоохранения. Подлечить тебя? А вы министр образования? Все у вас нормально? Дети ваши где учатся? За границей? Кошмар какой-то. Отъели рожи свои, флыри на щеки свои. Потеют пальчики? Берешь взятки? Хоть вы глаза свои спрятали и не посмотрю, что женщина. Может быть, все это и есть у вас человеческое? Хоть в одном из вас? Или вы скоты последние? В принципе, так каждый из народа на кухне говорит каждый день. И их не слышат. С кухни голоса не слышат. Мы эту кухню перевели на экран. Я очень много раз это делал в жизни. Очень много раз. В очень узком кругу. На тему этих людей. Это вот парень Володя, который долгие годы говорит то, что я сам думаю про эту самую так называемую элиту. Я смотрела его предвыборный сериал. Мне было очень интересно. Я этого актера очень люблю. И когда я посмотрела этот сериал, я поняла, что на объявлении выборов с ним вместе люди голосовали не за Зеленского, а за Голоборочка, как в этом сериале. Вот и все. Слуга народа Недавно мы беседовали с Игорем Валерьевичем Коломойским. Я ему говорю, скажите, а вот фильмы «Слуга народа», на мой взгляд, замечательные. Спасибо. Они делались с прицелом на Володину президентскую кампанию по вашей инициативе? Игорь Валерьевич говорит, Володя это делал сам. Я даже близко там не был. Поэтому я задаю Володе вопрос. Они делались с прицелом на будущую президентскую кампанию? Нет. Нет. Я, конечно, человек не глупый, но… Он не настолько дальновидный. Вообще нет. «Слуга народа» изначально был коммерческий проект, который дает зрителям то, чего зрители бы хотели увидеть. Это потом уже, когда пошел успех, я думаю, что люди в окружении Коломойского поняли, какой инструмент заходит к ним в руки. Смычка была простая. Канал Коломойского, продакшн Зеленского. Мы делаем, люди смотрят. Значит, мы получаем деньги. Но при этом что? У нас возникает бренд. Зеленский и его команда все время кормились у Коломойского. И когда началась избирательная кампания, да, он обиделся на Петра Порошенко, у Коломойского национализировали имущество в Крыму. Он задним числом закладывает его в национальный банк, получает рефинансирование, выводит такое количество денег из приватбанка за рубеж, что обрушивает гривну. Первый раз гривна упала на Украине из-за Коломойска. Петр Порошенко с ним в доле. Масштабы воровства были такие, что американцы решили его убрать. Порошенко как раз американцам же и внешним кураторам и продал эту идею, что ему нужно быть полновластным президентом. Да, поэтому ему не нужны какие-то конкуренты, а Коломойский только мешает. Когда у тебя частный банк контролирует до третьей финансовой системы, то ты не можешь. И Порошенко его выдавил. Вот эта проблема, что он стал президентом и не перестал быть олигархом. Это проблема для страны. Он аморальный тип. Аморальный? Ну конечно. Что находясь на таком посту, он совершает действия, которые не подобают его статусу и его должности. Коломойский естественно обиделся на команду демократов. Когда пришел Трамп, Коломойского пригласили на инаугурацию. Там он познакомился с бывшим мэром города Нью-Йорк Джулиани. Джулиани попросил его собрать компромат на Байдена. Он купил телефонный разговор между Байденом и Порошенко, когда Байден просил его снять прокурора, который расследовал дело Буризма о коррупции семьи Байдена. Байден был координатором администрации Обамы по Украине. Это то, что он делал. Это была его роль. Байден имел большое влияние на формирование политики администрации Обама. Его сын, его брат и другие родственники воспользовались именем Байдена, чтобы поехать на Украину и заработать. Я ему сказал, ты не получишь миллиард долларов. Я посмотрел на свои часы и продолжил. Я уезжаю через 6 часов. Если прокурор не будет уволен, ты не получишь деньги. Его уволили. Ему нравилось. Это его страна. Он что хочет, то с ней и делает. А под этой шапкой Хантер Байден торговал влиянием. То есть он получал должности, он получал дивиденды в обмен на то, что он не помешает папе любить Украину. Поздравляю с назначением нового генерального прокурора. Очень важно, чтобы он как можно скорее начал возмещать ущерб, который нанес Виктор Шокин. Я человек слова. И так как новый прокурор найден, мы готовы идти дальше и дать вам заем на миллиард долларов. Свидетели ездили в Соединенные Штаты, давали показания на сына Байдена, в том числе народные депутаты. Естественно, Байден этого не забыл. Коломойский личный враг. Поэтому возбуждены уголовные дела в Соединенных Штатах по Коломойскому. И Коломойский дело в том, что очень сильно переживает, что его выдадут. Внимание всего мира приковано к вам. Они наблюдают за вами. Они надеются на ваш успех в неустанной борьбе с российской агрессией и коррупцией. На них отразится результат этой борьбы. И я не преувеличиваю, говоря, что весь свободный мир с вами. Для того, чтобы гарантированно выиграть, Коломойский выдвинул одновременно человек 5-6. Зеленский должен был высмеивать. Что такое? У меня хорошее настроение. Чуть ли у тебя вдруг хорошее настроение. Чего нет? Может, мне кто-то анекдот рассказал? Кто тебе анекдот рассказал? Юморист твой? Шо за юморист, а? Юморист твой, который всех уже за... смешил. А, слуга народа? Да. Ну? Ты не боишься, что он такой честный придет и посадит тебя? Куда? В рассмеши комика он меня посадит? Качественный медиа-менеджмент позволяет создать большое количество фанатов. Особенно, если у них есть какие-то программы, которые имеют оффлайн продолжение в какой-то реальной жизни, какие-то инициативы, в которые вовлекается большое количество людей. Когда Коломойский делал из Зеленского политика, Коломойский не думал, что настолько выстрелит его ставка. Это была как бы, ну, торпеда от Коломойского, ну, изначально. Ну, просто оно до такой степени хорошо пошло, ну, и плюс Порошенко он всех, ну, просто всех достал. Думаю, пока у власти сейчас наша, теперешняя власть, ничего не поменяется особо. Не может директор Базара руководить такой огромной страной. Это просто бесит, вы понимаете. Это вся такая социальная несправедливость. Так нельзя. На нас, на весь народ Украины идет экономическое давление. Нам не хватает средств на жизнь, маленькие зарплаты, коммунальные услуги растут, все растет, а мы как-то выживаем. Не хватало государственных элит с уровнем мышления, которое способно было управлять независимой страной. Было феодальное, фактически, общество, которое сложилось после того, как развалился Советский Союз. В этом феодальном обществе мы наблюдали такого сюзерена, слабого очень, это президента Украины, и с одной стороны, а вокруг него множество-множество феодалов, поменьше олигархов. Петр Алексеевич Порошенко, политик, кстати, гораздо более эффективный, чем Янукович. Но он слишком частный. Петр Алексеевич никогда не забывал, что он, в первую очередь, очень богатый бизнесмен. А потом политик. Он многое мог, он многое умел, но он совершенно этого не хотел. У него другая задача была – заработать. Порошенко за три дня или за пять, сколько он там рассказывал, закончить АТО, не дал, в первую очередь, запад, а во-вторых, его корысть, потому что он на войне это и зарабатывал. Он нагрузил свои предприятия, у него были предприятия как раз в оборонке. Огромное количество заказов он провернул, и все его окружение заработало миллиарды. Война – это не наш выбор. Она привнесена извне. Наш выбором, о чем мы говорили с госпожой канцлером, был мир. И мирный процесс, и имплементация мирного плана президента Украины на территории Донбасса. Это был последний шанс на относительно мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Да и в принципе конфликта в Украине, на Украине. Основная идея была противостояние, которое сформировалось между Донбассом и остальной частью Украины, перевести его в некий автономный формат урегулирования, политического урегулирования, создания государства в государстве. Это был шанс разделить стороны конфликта, развести их по разным углам, наделив их определенными мирными правилами или мирными автономными правами. Когда на Донбасс придет мир, граждане Украины всех национальностей, как и прежде, должны и будут жить в согласии, общаться на удобном для них языке и иметь своих полномочных, полноправных, легитимных представителей во всех центральных и местных органах власти. Порошенко никто никогда не верил. Ну как можно верить человеку, который говорил, что он приедет на Донбасс договариваться, а вместо этого прислал танки, вертолеты и боевые самолеты и кучу пехоты, которая стреляла хаотично по городам. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Население Юго-Востока после 2014 года потеряло доверие к большинству политических сил Украины. Что бы ни говорили, в украинском обществе есть понимание того, что внешнее влияние очень сильно. Потому что все вспоминают те же слова «Ну, что я ценю, будет премьером, а кличком мэром». Да, это же, ну, слушайте, можно говорить все, что угодно о демократии, но после таких слов, но очень сложно людям, которые даже лояльны режиму, верить в то, что это будет так. Американцы после 2014 сказали, ребята, вы наши, заканчивайте вот эту историю кто куда, мы будем управлять этой страной. Американцы, англичане стояли за Порошенко. А мы, как вы помните, считали, что Зеленский – это шанс как-то изменить ситуацию. И он был шанс, потому что Зеленский не был связан с прошлой политикой, она его не давила. Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы. Мы по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Поздравляю. Еще никогда народ Украины не был един в своем желании порвать вас на куски. Только на востоке Украины вы задрали. А на заходе забембалы, вот и вся разница. Вот на этой разнице мы и сыграем. Пока народ не устроил вам путь, мы устроим ему срач. Все каналы на Украине принадлежали олигархам. У каждого из них были свои тоже интересы. Ярким примером, как это все реализовано, был тот же Ренат Ахметов. Донбасс в моем сердце навсегда. Это моя родина. И если там что-то происходит плохое, у меня здесь душа разрывается. Вы понимаете, в чем вопрос? Или не понимаете? Так вот я хочу сказать, на сегодняшний день нам нужно убрать агрессию. А нужно садиться, садиться за стол переговоров и договариваться. Договариваться, все равно договариваться. С кем? С чертом лысым нужно договариваться. Ну мир нужен. Когда телеканал Украины попытался как-то критиковать Порошенко, уже во времена так называемого АТО, и рассказывать, что АТО это все-таки какой-то намек на гражданскую войну, то украинский снаряд Точка-У, ракета, прилетела где-то в километре от Донбасс-арены, разрушив фасад. На следующий день телеканал Украина объявил о том, что скоро у них будет зарядку проводить жена президента Украины, Марина Порошенко, и резкая риторика сменилась. Сейчас есть в Украине пять главных олигархий. Какое должно быть их место в обществе и в политике? Во-первых, они никак не должны влиять на политические процессы. И с ними нужно говорить, это жесткое правило им говорить. Они не могут влиять, они не могут покупать партии, и это криминал. Большую часть предприятий в их руках. Поэтому это огромное количество рабочих мест. Если пойти жесткой сегодня войной против них, просто люди потеряют рабочие места, и в стране будет еще один война. Однозначно, никакого влияния на медиаресурс. Они должны быть выведены, они должны быть, я бы так назвал, портфельными инвесторами в телевидении. Единственный телеканал, который не показал Петра Порошенко, а показал Зеленского, как раз оборвав концерт, где Зеленский вышел и сказал, что я принял решение, я еду в президенты. Был канал 1 плюс 1. Это невозможно сделать без поддержки полностью Коломойского и компании. Больше это никто не сделал. Кого олигархи поддерживали на этих выборах? Давайте поимен на Ахметов. В душе? В душе все Зеленского. Кстати, Ахметов сказал о том, что Зеленский будет президентом еще в 2016 году. После первого выпуска «Слуги народа». Новогодний концерт, много всего новогоднего. Конечно, есть и политика, и без всякого. Вы знаете, после успеха фильма «Слуга народа» все стали говорить о том, что я, мол, куда-то там иду в какие-то президенты. Вы знаете, нет. Но! Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины. И сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом. Они, соответственно, одни и те же идеи, но чуть-чуть по-разному продвигали через разные каналы, а потом еще появилась возможность социальных сетей. Привет! Очень рад вас всех видеть. Очень благодарен за то, что вы смотрите наш блог. Благодарны за ваши лайки, за ваши конструктивные дизлайки. Дизлайки. Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом. Ни у кого ничего не спросили. Многое пообещали. Ничего не сделали. Я поступлю по-другому. Мы напишем мою программу вместе с тобой. Мы напишем вместе с людьми всей страны. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь. Итак, крок... Шаг номер один. Пожалуйста, напиши пять главных проблем Украины, которые волнуют лично тебя. Напиши пять проблем нашей страны. Зеленский, в общем-то, очень круто стартанул уже в первом туре, ну а во втором он Порошенко просто размазал за счет более качественных именно медийных технологий, потому что судьба, например, дебатов Зеленский-Порошенко была решена не во время дебатов, а во время раскрутки. Этот вот ролик с вызовом Зеленского-Порошенко на дебаты. Ответный ролик Порошенко. Еще один ролик Зеленского. Я обращаюсь к Петру Порошенко. Вы позвали меня на дебаты в надежде, что я убегу, отморожусь, прячусь. Нет, я – это не вы в 2014 году. Стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны света. Моя страна – это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на Карелии. В стране нужен здоровый президент. В знак уважения, как минимум, к трети украинских граждан. Вы обязаны публично сказать, что дебаты состоятся. Не с Марианевской Кремля или Коломойского. Не с Ватником. Не с Малоросом. Не с быдлом. Не с Клоуном. А с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Ну что ж, стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович. Ну то есть вот эта вот вся раскрутка, она больше оказала влияние, чем, собственно, сами дебаты. Хотя на дебатах Зеленский, конечно же, был лучше, чем Порошенко. Порошенко, на мой взгляд, очень напрасно уверился в том, что надо знать матчасть для того, чтобы выигрывать дебаты. А надо на самом деле транслировать яркий, понятный населению образа, именно то, что сделал Зеленский, и оказался не в состоянии сделать Порошенко. Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему? Почему? Почему поджигатели магазина «Рошен» нашли за 4 часа, а поджигатели военных складов и взрыватели машины «Шеремета» не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски Депальцева? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Очень хочу принять участие в эксперименте и прожить на полторы тысячи гривен пенсии хотя бы месяц. Какой, когда и где вы видите страну через 5 лет? Четко, конкретно, и что вы хотите для этого сделать? Спасибо. Очень правильный вопрос. Во-первых, когда вы спрашиваете, когда вы так говорите, четко дай нам ответ, я не у прокурора. Я ничего не сделал, чтобы там быть, а вам, может быть, и придется встретиться. Он очень хорошо, естественно, выдает заранее заготовленный текст, но с импровизацией проблема – это раз. А второе, можно что-нибудь такое наимпровизировать, за то, что тебя потом прихватят. Я не политик, совсем не политик, я просто человек. Простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат, Петр Алексеевич, я результат ваших ошибок и обещаний. Это была в первую очередь полномасштабная медийная кампания, причем, что поразительно, с минимизацией роли самого кандидата. То есть кандидат был в роликах, очень четко, так сказать, просчитанных, но кандидата не сильно пускали к людям. Когда уже были на Майдане наши люди, наши украинцы, когда погибли, я обращался к каждому из президентов. Я обращался к Януковичу и говорил, пожалуйста, уходите. Уходите с поста президента, успокойтесь. Дальше я сказал, это была все одна речь. Дальше я обратился к Путину и сказал, я готов стать на колени. Только не ставьте на колени Украину. По поводу колен, чтобы было всем понятно, что я имел в виду. Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего мальчика с фронта, своего сына. Я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И приглашаю вас. Люди смотрели на Зеленского, который все время им рассказывал в политической сатирии, как надо жить. Ну, он такой мальчишка, думали, нормальный такой, трезвомыслящий, что-то соображает. Потом смотрели на реальных украинских политиков. Человек со справкой, порубей. У него же справка, что он сумасшедший. Потом смотрели на Юлю, аферистку прожженную. Там, на Януковича, который не мог нормально два слова связать. Понимаете? И так далее. И понимаете, что если эти уроды могут управлять государством, то чего не сможет Зеленский? Зеленский говорил, что вот будет мир, я со всеми договорюсь, все решим, все восстановим, все будет хорошо, идем вместе в светлое будущее. Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Был бы гениальным артистом, художником. Вошел бы в историю как просто супермагнат. Ну, останься просто, ну, сумей. Нет, на подчиславе окачнули. Тот же сериал, ну, то есть сериал просто один из самых номер один был. На что он плюнул? Президентом будешь? Что он сказал после инаугурационной речи? Мой первый визит будет в Москву. Он, по-моему, то есть вообще не побывал. Но он же искренне это сказал, его же за язык никто не тянул. Он искренне в это верил, что вот он сейчас руками поводит, как в кино, да, и все проблемы решатся, как вот в этом сериале, да. Каждая серия заканчивается успехом, очевидно. А для успеха достаточно сказать текст. Главная роль сыграла злую шутку именно с Володей, потому что с Владимиром. Видимо, он очень сильно вошел в роль. Он наверняка попутал, перепутал кино с жизнью. Спасибо. Давайте сейчас меньше диалогов. Давайте сейчас начнем работать. Давайте уже голосовать. Не заниматься популизмом. Не заваливать важные решения. С тысячами глупых поправок. А кто в этом виноват? Вы! И вы! Я и моя фракция! И что вы орете? Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете стране. Решение про роспуск Рады было правильным. Но политика – это же такая штука. Это как спорт или драка. Как только ты ввязался, поздняк. Поздняк метаться. Есть, смотри, демократия, смотри, то, что есть. А есть ситуация в стране. И от демократии, и от каких-то серьезных вещей, незаконных, смотри. Ну, пожалуй, мы к вам сейчас серьезно обратились. Просто по-человечески. Просто уберите. Потому что, парни, вы воевали. Поэтому просто уважаем. Нет. Мы уважаем закон, мы все по закону делаем. Будем делать по закону, только не более, не менее. Парни, я вам сейчас сказал. Мы вас услышали. Пожалуйста. Пока, хлопцы. Мы верим, что скоро я обязательно еще раз к вам приду и скажу. Добрый вечер, Украина. Добрый вечер, вся Украина. И Донбасс, и Крым, вся Украина. Всем привет. Я в это верю. Зеленский приходил к власти, четко позиционируя себя как главу единого украинского государства. Другой вопрос, что он тут же подпал под влияние нацистов. И эти нацисты его заставили отказаться от концепции быть президентом всех украинцев. И он стал фактически президентом западенцев и щирых. Украинцев он тут же поделил на два толка. На щирых и на москалей. Причем русскоязычные, жители Востока, Юга, все для него одним миром мазаны стали. Еще в 2021 году Зеленский отказался от риторики, связанной с Великой Отечественной войной. Когда он перестал как-то упоминать того же своего дедушку, который был солдатом Красной Армии. И предал, по сути, свою семью. И в Киеве прошел при этом марш СС Галичина. Всем стало понятно, что ни к чему хорошему уже он не приведет в страну. История такова сейчас, и жизнь складывается таким образом, что прошлое выступление заслуги абсолютно нивелируется. Вы можете доставать сколько угодно прорусских или русофильских заявлений. То, что происходит сейчас, это две большие разницы. Зеленскому поверили. У меня даже семья голосовала за него. Потому что он действительно обещал такие вещи, что он договорится с Донбассом, что он договорится с Путиным. Что закончится война, что мы будем все жить в мире, примут все условия, Минские соглашения, прочее, прочее. У него была попытка внедрить вот эти Минские соглашения. Она была. Ну вот действительно была. Но он просто понял, что ничего не получится. И точно так же, как и Порошенко, включил режим «Мороз». Зеленский сказал, что будет мир. Но мира не случилось. Была попытка встретиться в 19-м году у Парижа и не договорились. Синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул вначале. В Минске, значит, то, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписывал о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Я, мне кажется, очень аргументированно говорю, но пока у нас разный взгляд, но я думаю, что... Отморозился от выполнения Минских соглашений, получил, я напомню, от нас 4 миллиарда, когда Газпром проиграл суд, и Россия перечислила ему эти деньги. То есть он тоже какой-то элемент чего-то был, аванса какого-то для выполнения Минских соглашений. И он, как бы, поняв, что рейтинг его начал точно так же, это самое, и он включил классическую игру, как бы, украинского политикана, как это сказать, хорошая поговорка, на тюроватые 100 рублей в Тавтыкты. Первый Кабмин, который, ну, при президенте Зеленском, он, в общем-то, показал, что реальная власть у других людей. Это эксперты, это моя команда, это люди, профессиональные люди, молодые, светлые, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента. Первым, кого принял Зеленский после выборов, Пинчука, это ближайший друг семьи Клинтонов. Ну, туда пришел, и вот списочек, потому что в Зеленску нет ни партии, ни кадров. Он провел таких абсолютных, ну, молодых коммерсантов, и, в общем-то, рассчитывал, что вот эти молодые коммерсанты, это будет его, ну, так сказать, новая команда, из которой создастся новый маленький олигархический кланчик. Есть такие моменты, когда там некоторые эксперты вашей команды, допустим, господин Данилюк и господин Абрамевич сейчас приходят и говорят, вы что договариваетесь с нами, потому что мы будущие представители этой власти. Ну, ходят. Я же, смотрите, ребят, у меня нет факта. Ну, ребят, я все, что могу сделать, я могу спросить, ты что, ходил и договаривался от меня? К нам скажут, нет, а на самом деле пойдет дальше договариваться. А как он договорится, о чем? Команда Зеленского произошла всех, просто во всем, куда ни плюнь. Суммарно, мне кажется, коррупция всех пяти президентов Украины, даже не дотягивая до 10% того, как это все построено при Зеленском. Я этого не скрываю, что я дебил. Прошу прощения, просто шучу. В общем, главное не это все, а результат. Ну, это, по-моему, уже сверх того, что можно себе позволить глобально в политике. Вы обещали конец эпохи кумовства, но мы видим, куда ваш крестный пошел. Где ваш крестный Баканов? За чертями гоняются или разбойниками? Это ваш друг, сосед и партнер. Вы всех таких собрали, и это ваша эпоха кумовства. Мы видим, как она закончилась. Вы обещали конец эпохи жадности, а теперь платите сотни тысяч гривен. Сотни тысяч гривен своим министрам, управленцам государственных компаний и в конвертах депутатам слуги народа. Это конец эпохи жадности? Вы обещали конец эпохи лжисти, но вы врете. Врете людям. Боюсь, что просто у него нет другого выхода. То есть там настолько коррумпированное правительство и вообще в целом Украина максимально коррумпированная страна. Ничего не боя тайным, чтобы не стало явным. То журналисты говорят о домике за 8 миллионов для родителей. Я не утверждаю, но это надо проверять в Израиле. То в Лондоне недвижимость, оно все равно будет вылазить. Это миллиарды. Мы легализуем ажатные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера. Он вышел к народу и говорит, надо легализовать казино. Получим 5 миллиардов. Это я не придумал, это то, что он говорил. 5 миллиардов. Думаете, мы получили 5 миллиардов? Нет. Мы освободили от налога в некоторое время казино. А в 2021 мы получили в казну аж полтора миллиона долларов. А где остальные денежки? Вы думаете, там не крутятся деньги? Крутятся. А куда они попали? Вопросик надо расследовать. Полагаю, новый президент знал, что предложить. За него голосовали, потому что он обещал избавиться от коррупции. Возможно, это была его цель номер один. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно. Президент Зеленский, чувствовали ли вы давление от президента Трампа в связи с расследованием деятельности Джои Хантера Байдена? Я думаю, вы все прочитали. Я думаю, вы читали сообщение. Простите, но я не хочу влезать в демократические, открытые выборы президента США. Вы слышали, у нас был, я думаю, хороший телефонный разговор. Он был нормальным. Мы говорили обо многих вещах. Как я и говорил ранее, никто на меня не давил. Никакого давления. Став президентом, он достаточно быстро начал, что называется, менять крышу. От вот этой вот олигархической группировки, которая была в его коалиции, он начал переходить под патронаж Запада. Это в первую очередь Великобритания, во вторую очередь Соединенные Штаты Америки. И, соответственно, почувствовав силу, он начал зачищать тех, кому он был обязан своим президентским креслом. После избрания Зеленского некоторое время даже не был назначен посол Соединенных Штатов. А Великобритания решила играть, играть очень серьезно на украинском поле. Она видит, что Китай подымается, Соединенные Штаты падают, надо занимать свое место. И это место Украина им показалась хорошей стартовой площадкой. Основными интересантами на Украине среди западных спецслужб является, во-первых, британская МИ-6, во-вторых, американская ЦРУ, в-третьих, внешняя разведка Германии. Немцы основную ставку делают на Кличко. Братья долгое время, эти боксеры, жили в Германии, зарабатывали там и, конечно же, были завербованы, после чего направлены назад. А Зеленский, выкормыш англосаксов, так называемых, ЦРУ и МИ-6. Секретов никаких нет. У нас была встреча в офисе МИ-6. Много ли мы знаем других руководителей государств, которые при посещении, пусть и союзного государства, обязательно посещают штаб-квартиру спецслужбы? Очень немного. На жаль, я вам хочу сказать, что не всю информацию я могу говорить. Случайно ли? Вряд ли. Зеленский поймал звездочку и решил, что он играет очень крутую, прекрасную, уникальную роль, которая выпадает раз в жизни. Когда уже Зеленский был президентом, то есть это примерно 19-20 год, звонят моему коллеге люди и говорят, тут у нас один президент хочет постречаться и поужинать с Лео Де Каприо. Не можете вы организовать? Он говорит, подождите одну секунду, но президент страны, это официальный визит, это официальное лицо, он должен идти по каналам МИДа и это... Нет, 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 мы не об этом, мы хотим частенький такой ужин, чтобы просто не посидели, поговорили. Дайте мне голливудских звезд, везите их ко мне, ведь везите их ко мне стоило денег. 600 тысяч стоило Аджелин Аджели, 300 тысяч стоил Аллен Делон, который практически уже написал завещание и хотел лечь умирать спокойно. Нет, его достали и за 300 тысяч привезли. О чем это говорит? Что эго Владимира Зеленского вот такое. Он вообще, на мой взгляд, одержим властью, просто одержим деньгами, славой и властью. Это три его порока, которые уже владеют им, а не он ими. По-вашему, хохлами рождаются? Нет, я считаю, что украинцы не рождаются хохлами. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцами. И раз мы родились, значит, мы как-то это заслужили, или мы, или родители, или предки наши, неважно. И этот человек, я уверен, был рожден украинцем. Маленьким, пухленьким, розовочеким украинцем. Три с половиной килограмма. Вопрос в другом. Как из этих трех килограммов вот так превращается человек в сто килограммового хохла? Как это происходит? Ну, оставить только на деньгах, получается, только деньги, власть. Всю Украину так 30 лет покупали, вымывали. Украине давались деньги, и параллельно вымывалась земля вообще вот из-под ног. Почему на него сделали ставку в том числе? Потому что, с одной стороны, он одержим властью, деньгами и славой, а с другой стороны, человек малограмотный, который не знает нормальной истории, который не понимает, что происходит на самом деле там в общественной жизни, в политической жизни. Он все время говорил чужие тексты. И поэтому его и выбрали. И этот человек, как любой малограмотный человек, но утромавшийся к большим деньгам славе, ему кажется, что вот остальные, да, не смогли, но я-то смогу. Зелинский убежден, он знает, что нужно Украине, аккуратно, но с нами он не поделился. Если вы и правда станете президентом Украины, что тогда? Что сделаете для страны? Проблем я составил бы коррупцию, и, конечно же, я бы очень хотел остановить войну на Донбассе, однозначно, потому что мы хотим, чтобы наши люди больше не погибали. Звучит очень абстрактно. А война на Донбассе – это не общая вещь. Это конкретная проблема, которая больше всего относится к нам, украинцам. Надо быть украинцем, потому что погибают именно украинцы. И поэтому ты это чувствуешь очень больно. То есть вы все цело готовы стать президентом Украины? Будет весело. Почему нет? Я надеюсь, никто не думает об Украине как об удобном и вечном буфере между Западом и Российской Федерацией. Этого никогда не будет. Этого никто не допустит. Иначе возникает вопрос, кто следующий. Государства НАТО будут вынуждены защищать друг друга. Еще хочется верить в Североатлантический договор, и что пятая статья будет более действенной, чем Будапештский меморандум. За отказ от третьего ядерного потенциала в мире Украина получила гарантии безопасности. Сейчас этого оружия у нас нет. Безопасности у нас нет тоже. Нет и части территории нашего государства, которая по площади, между прочим, больше, чем Швейцария, Нидерланды и Бельгия. А главное, нет миллионов наших граждан, граждан Украины. Всего этого нет. Но все-таки кое-что есть. Есть право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира. С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств, гарантов Будапештского меморандума. Трижды безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент в первый раз. Но и Украина, и я, делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь право считать, что Будапештский меморандум не работает. И все пакетные решения 1994 года подвергнутся сомнению. Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить поддерживать Украину и ее обороноспособность. Предоставить Украине четкую европейскую перспективу имеющихся для стран кандидатов, инструментов поддержки, четких и обозримых временных пределов вступления в Альянс. Поддержать трансформации в нашей стране. Создать для Украины фонд устойчивости и восстановления. Программу Ленд-Лиза. Поставку новейших вооружений, техники, оборудования для нашей армии. Армии, защищающей всю Европу. Разработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессии. Гарантировать энергетическую безопасность Украины. Обеспечить ее интеграцию в энергетический рынок ЕС, когда Северный поток-2 используется как оружие. Все эти вопросы нуждаются в ответах. Но пока вместо них тишина. И пока будет тишина, тишины не будет на востоке нашего государства. На востоке Украины. То есть в Европе, то есть во всем мире. Надеюсь, что это наконец-то понимает весь мир, понимает Европа. Дорогой народ, на протяжении своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал так сердцем. Это была не только моя работа, правда. Это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все украинцам, чтобы вы не плакали. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!